Сегодня мы поговорим о правилах перепоски животных в Украине и алгоритме получения ветеринарных паспортов нового образца. Итак, для сопровождения домашних животных при их перемещении за пределы территории Украины с 1 июня 2018 года во внимание будут браться только новые ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца. По этому поводу госслужбы говорят следующее. Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является клинический осмотр животного, наличие соответствующих диагностических и профилактических лечебных обработок. Например, дегерметизация и исследование и прививки против инфекционных болезней и против бешенства. Выдача ветеринарно-санитарного паспорта на животное входит в перечень платных административных услуг, предоставляемых Держ, Продс, Пожив, Службой. Размер оплаты за выдачу одного паспорта 51 гривна 29 копеек. Сейчас эти паспорта могут выдавать только госучреждения, ветмедицины, в частности, государственные больницы ветеринарной медицины района или государственные больницы ветеринарной медицины города или государственные больницы ветеринарной медицины области. Частные ветеринарные клиники такой паспорт выдавать с 1 июня 2018 года не могут. Еще паспорт не выдают, если не соблюдены ветеринарно-санитарные меры, предусмотренные закододательством. Есть осложнение эпизодической ситуации на соответствующей территории и невозможно непосредственно осмотреть животное. То есть без клинического осмотра животного ветеринарный паспорт выдаваться не должен. В том числе ветеринарный паспорт не выдается, если нет необходимых ветеринарных обработок животного и соответствующих исследований по показаниям. Ветеринарно-санитарный паспорт на животное действует до момента смерти этого животного. Как это происходит? Паспорт на руки выдается при достижении животным возраста, требуемого для прививки от бешенства. Для котов это 12 недель. От 12 недель вы можете получить паспорт на вашего кота. Вы записываетесь на прием к ветеринарному врачу Государственной больницы ветеринарной медицины района или города или области. Приносите справку о проведенных профилактических прививках, требуемых по возрасту до прививки от бешенства. Например, у котов следующие этапы. 4 недели. Первая обработка от глистов. Делаете в клинике или делаете вы ее сами, но сохраняете наклейку, которая выдается вместе с препаратом. Это происходит, как правило, в препаратах премиум класса. 6 недель. Вторая обработка от глистов. 8 недель. Первая комплексная вакцинация. 10 недель. Третья обработка от глистов. 12 недель. Вторая комплексная вакцинация. Плюс прививка от бешенства. Последняя вакцинация желательно, чтобы проводилась в ветеринарной службе и была зафиксирована обязательно следующими документами. Справкой и записью в журнале. Одновременно с вакцинацией бешенства или за несколько дней до вакцинации нужно чипировать животное, так как это действие является еще одним обязательным пунктом выдачи паспорта нового образца. Чипировать можно китайскими чипами, можно чипировать чипами фирмы Bayer, они более надежны. Главное, чтобы это действие было сделано. И потом останется только выполнение формальности. К формальностям относится заполнение заявления, в котором вносятся все те данные, которых мы перечислили, плюс данные ваши как владельца животного. Вид животного, кличка животного, порода, дата рождения, номер чипа, о котором мы только что проговорили, вот тоже сюда вносится. Обязательно мы указываем прививку против бешенства, дата, название, серия и еще и дата годности этой прививки. И указываются в том числе прививки против вирусных заболеваний других. Все подписывается это заявление и вот здесь в этом заявлении указывается номер непосредственно паспорта, который оформляется на животного. Вот этот номер. После этого уже сама госслужба ветеринарная начинает заполнение этого паспорта. Указывает имя владельца, адрес владельца и контактный телефон. Если вы животное потом будете продавать, то имя нового владельца вы указываете во втором форме. Описание животного, название, вид животного, то же самое, то что мы в заявлении указывали. Номер чипа вклеивается, дата проверки чипа может быть тоже, если чип уже был внесен до этого, место к чипированию. Кем выдан паспорт, полностью указан в данном случае это городская государственная ветеринарная служба. И дальше идет уже оформление непосредственно паспорта. На первой странице это бешенство, но по датам это более... Следующая страничка, где указана прививка в 8 недель, указана прививка в 12 недель и срок годности этой прививки. То есть действительно это прививка на 1 год. Тут все это указано. В том числе указана дегельминтизация здесь по этому в паспорте. Все в паспорт оформлен и вам выдан. Есть еще один нюанс. Когда вы заполняете заявление, в которое вносите все перечисленные высшие этапы и личные данные владельца животного, вы приходите лучше сразу с оплаченной госпошлиной. Вот те 52 гривны 29 копеек, о которых мы уже говорили. Оплата должна поступить от имени владельца животного, которое потом указывается в паспорте. Это обязательно. Все. На этом, в общем-то, наш обзор закончен. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Спасибо.